Всем привет! Сегодня у нас новое видео по ETS 2 и как же я давно не говорил эту фразу. Немного, да, не выходит так регулярно видео, как хотелось бы, но я постараюсь сейчас исправляться. Ничего, конечно, не обещаю, но видео будут выходить всё-таки почаще. Сегодня у нас довольно интересное видео, потому что сегодня я совмещу сразу две рубрики канала, две, наверное, самых популярных и значимых рубрики на моём канале. Вот, но давайте сначала мы всё-таки выедем и я уже как бы в дороге вам расскажу, что же, собственно, происходит. Давайте начнём с маршрута. У нас обновление карты Чувашия и здесь у нас появилось вот этот вот новенький кусочек обновления, совсем небольшое. По сути, просто адаптация под 1.51 актуальную версию, которая уже вышла в редис, кстати. Всё остальное, в принципе, осталось без изменений. Возможно, какие-то ошибки, конечно, исправляли, но поедем мы всё-таки вот так, потому что у нас был уже видос по M7. На M7 мы выйдем уже вот на новый участок, посмотрим, посмотрим, что у нас, да как здесь сделано. Сделано. Поедем по такому вот маршруту 59 км, но мы не забываем, что у нас эта карта создана в недефолтном масштабе. Если честно, я даже не помню, какой тут именно масштаб. Вот. Ну, как бы ладно. Красота, красота. Вот я... Так, что у нас? Что у нас с блокировочкой? Непонятно. Очень красивая локация, если честно. Вообще, вот одна из моих любимых на этой карте. Точно. В целом, карта очень классная, очень качественная, симпатичная. И, что самое главное, абсолютно бесплатная. Скачать вы её можете уже сейчас, перейдя по ссылке в описании. Абсолютно бесплатная карта, очень легко устанавливается. Единственное, из масштаба вытекает такой нюанс, что карта у нас, естественно, автономная. И играть в неё можно только с отдельным модулем. То есть, отдельно от всех вообще модовых карт нужно создавать отдельный профиль по-любому. Вот. Без этого как бы не обойтись. Но это нюансы. Это нюансы, с которыми можно помириться, чтобы покататься по классным локациям. В чём же суть сегодняшнего видео? Почему я сказал, что оно необычное? Да потому что сегодня я хотел бы совместить новостное видео, которое уже давно не было на канале, как и, в принципе, любых видео, и разговор на рейс. То есть, сегодня будут новости с моими мыслями, комментариями. И, соответственно, я рассчитываю услышать фидбэк в комментариях. Я надеюсь, что вы напишите что-нибудь по поводу тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Начать хотелось бы с того, что... То, что я как бы не освещал. За последнее время в ЕТС-ке появилось очень много новых полуприцепов. Наконец-то СС активизировались в этом плане. У нас уже есть и Шмидс, и Уилтон. Были как бы и Круон. У нас из недавнего, самого актуального, появились полуприцепы Казбюрхер. Это очень классно. Многие говорят, что я неправильно произношу. Ну, не знаю, мне так удобнее. По-другому как бы... В целом, тут можно спорить, это, насколько я понимаю, как бы немецкий изначально производитель. Хотя я могу ошибаться. Но сейчас принадлежит компании Тиросан. Кстати, да, Тиросан полуприцепы у нас тоже в игре есть. Вот. Как-то так. То есть Тиросан и Казбюрхер, они очень близкие там между собой и как-то связаны вообще в целом. Как-то так. То есть много классных DLC. Все они в одну цену. Все они качественные, прикольные, классные. Вот. Но покупать сейчас выбор большой. Если вы хотите ездить с каким-то качественным полуприцепом, вы можете выбрать. По сути, сейчас в ETS у нас есть все самые популярные производители полуприцепов, которые вот в жизни как бы, особенно в нашем регионе существуют. На самом деле, я даже не знаю, что можно еще вспомнить, что SCS не добавили. Не добавили, да? То есть у нас есть вот Кергель, кстати, да, вот я не упомянул. Кергель самая прикольная. Одни из моих любимых полуприцепов. Почему-то я их именно забыл. Даже не знаю. Я, кстати, не все DLC покупаю на полуприцепы. И вот сейчас надо будет подумать, прикупить какое именно из этих всех новых DLC. Сейчас как бы играю я не очень много, поэтому и не покупаю все DLC. Уж простите, денег у меня столько нету, чтобы позволить себе покупать все абсолютно DLC именно вот на полуприцеп. На карты, естественно, уже придется найти деньги, потому что, ну, без этого никуда. И в завершение, что сказать по полуприцепам, да, SCS молодцы. Очень много, очень много DLC именно для ИТС. Для ИТС, конечно, можно поискать еще всяких, еще всяких производителей полуприцепов. Может кто-то согласится, и в ИТС у нас тоже появится побольше лицензионных прицепов. И плавно я уже задел, скажем так, эту тему. Это дополнение на карты. В принципе, самые главные DLC, которые мы ждем некоторые даже годами. Ну, не знаю, стоит ли напоминать, что сервис России отложено, потому что всегда все равно находится тот, кто спрашивает, когда же оно выйдет. Непонятно, когда оно выйдет. Все мы знаем, что оно там на 95% было уже готово к релизу, но оно не вышло по понятным причинам еще в 2022 году. Вот так неудачно все совпало. Вот, ну, ничего с этим не сделаешь. Хотя можно вспомнить, поностальгировать, что DLC они откладывали, потому что не успевали сделать. Насколько я помню, что, да, нужно сказать, что, в принципе, у нас DLC когда-то еще традиционно выходили в конце года для ИТС, так было принято. Для ТС, в принципе, тоже они там выходили в ноябре, для ИТС в декабре. Но с DLC и BR у нас все пошло чуть-чуть не так, как планировалось тогда из-за ковида в 2020 году. Вот, в итоге в 2020 году, конечно, Иберия вышла, по-моему, да, в 2020 это было. И уже только... Нет, наверное, Иберия вышла в 2021 все-таки году. Должна была, да, в конце 2020. Вот, а уже Балканы... Не Балканы... Да, все правильно. То есть у нас потом что-то пошло... Ну, не по плану пошло, скажем так, да. И Балканы вышли в 2023, получается, году. Вот, и сейчас мы ждем DLC. Два DLC. Это Северная Скандинавия. Основное большой DLC. Что касается Северной Скандинавии, не забываем, что у нас появилась информация уже официальная, что, наконец-то, Северная часть Финляндии у нас появится. То есть не только Северная Норвегия и Швеция, еще Финляндия. Это не может не радовать, конечно. Вот. Что касаемо Греции, то тоже как бы дат нету. Насколько я понимаю, что все-таки сначала у нас выйдет Северная Скандинавия, а потом уже Греция. Хотя вполне возможно, что наоборот. Вот, кстати, насчет этого я не могу ничего сказать. СЕС тоже пока ничего не говорит. Можно только предполагать. Или слушать всякие слухи. Что я, как бы, делать не советую. Я думаю, что все знают. Я, конечно, немного неактуально, возможно, это говорю. Но есть канал, там, англоязычный, который дизерит все на свете. Я думаю, что если сейчас к нему на YouTube зайти, у него там уже версия 1.55. Уже известно все, что будет. Да, там еще разработчики ничего не знают. А он уже все знает. Ну, кто знает, тот знает. Ладно. Это, как бы, их дело. Я не призываю, там, что-то нападать на него. Или, там, дизлайкать, жалобы кидать. Хотя даже и СС по этому поводу высказывались. Пускай там и не напрямую. Но они сказали, что доверять можно на 100%. По сути, только официальным. Так, чуть некрасиво мы вылезли. Но давайте вот так вот сделаем. Все нормально. Доверять можно, по сути, только официальному блогу и официальным социальным сетям SCS. Там, там, тот же, Instagram, Facebook и блог SCS. Оттуда я, в принципе, беру всегда информацию для новостей, когда их записываю. Потому что там на 100% проверена информация, которую пишут сами разработчики. Вот, я думаю, все прекрасно все знают, понимают. Но все равно, вот, есть блогеры, которые на, по сути, обмане своих подписчиков зарабатывают очень большие просмотры. Очень много комментов, лайков. Даже пускай дизлайков, но все это помогает развитию канала. Видосы, там, популярные. Я думаю, денег он тоже зарабатывает на этом всем немалое количество. Ладно. Ну, надо было затронуть. Я как-то, по-моему, я ни в каком видосе, там, сильно ничего не объяснял по этому поводу. Ну, просто, знаете, есть тип людей, которые очень доверчивы. То есть, им скажи что-то, они, ну, очень сильно сразу этому доверяют. Думают, что, не знаю, там, никто не обманывает. По факту нас обманывают практически везде, да. То есть, всегда надо включать голову и думать вообще, что вам сейчас сказали, что вам по этому экрану что-то говорят, да. В любой ситуации нужно включать голову. Где бы вы эту информацию не смотрели, на самом деле. Вот. Ну, кто понял, тот понял. А мы, в целом, двигаемся. Кстати, осталось нам 17 километров только. Что нужно сказать по карте Чуваши. Это, как я сказал в одном из последних видосов, на самом деле, входит эта карта в список моих любимых модовых карт. Ну, по ETS 2, в принципе, да. Хотя карта появилась относительно недавно. И, ну, кстати, спасибо очень большое разработчику, что он, ну, практически в самом начале предоставил мне доступ, насколько я помню, да, к карте Чуваши. Вот надо, кстати, глянуть, мы, когда там первый видос вышел по Чуваши. Насколько я помню, мне давали тоже закрытый доступ для снятия видоса. Вот. Я такое, на самом деле, очень ценю. То есть, если, как бы, мододел действительно заинтересован в том, чтобы, ну, у него там классный какой-то проект, и он заинтересован действительно в его продвижении, чтобы люди играли, наслаждались. И, собственно, ну, по сути, это основная цель, если ты делаешь какую-то карту, это чтобы людям это нравилось. То есть, финансовая составляющая, ну, это уже там, у каждого, кстати, своя, потому что кто-то там платные версии продают, вообще не осуждаю, потому что я знаю, насколько тяжело делать карты, и, ну, те, кто берут даже там те 100 рублей условных за версию, я считаю, что это абсолютно адекватно. Ничего зашкваренного в этом точно нет. Вот. Кстати, адаптивная Кристо работает. Это классно. Решил сегодня прокатиться на Даффике, кстати. Давненько не ездил на Е6-ом Даффе, что-то он мне даже неплохо так зашел. Прикольно, прикольно. Баден, насколько здесь атмосферно? Вот, смотрите, сколько объектов, сколько всего. Ну, классно, круто, замечательно вообще. Просто кайф. То, что надо. Так, здесь лучше по педалике тормозить, потому что адаптивную Крис в таких ситуациях может себя вести очень плохо. Кстати, такой съезд резкий, и наше торможение практически в пол, ну, для тех, кто сзади едет, ну, не очень как будто. Кстати, поигрался я все-таки с настройками графики. Что-то мой ноут уже не вывозит. Все-таки на самых-самых максимальных настройках он уже 60 стабильных не показывает. Но я сейчас так поигрался, что у меня где-то 65 фпс. Картинка в целом неплохая, 200% масштаб. Это, по сути, это... Вот в зеркалах я еще... Вот отражение в зеркалах чуть хуже, и все, по сути. То есть остальное все по качеству осталось на том же уровне, кстати. Что у нас по главной? Да, у них главное. Ну да ладно, поворачивает он прикольно, вопросов нет. Такие прицепы у них прикольные. Что-то новое. Так, поехали, поехали. Все, давай в Вальваз. Ты чего? Ну ты чего? Ну мы же нормально ехали. Чем вот это было? Непонятно. А так стартанешь и поедешь ему взад. Бывает и такое. Да, что-то я соскучился, если честно. По общению с вами, скажем так. Давно видосы не записывал. Сейчас прям кайф. И, к слову, в принципе, я и не катаюсь в ВТС-ку без записи. Практически, за редким исключением. За вот эти мои две недели, по-моему, отсутствия, или сколько, или больше уже. Я один раз, по-моему, зашел, прокатился. Полчасика, наверное, если не меньше. И все. Вот что-то меня просто нахлынуло. В тот день я что-то зашел. Чисто вот действительно отвлечься, расслабиться. А так я вот реально даже в ЕТС-ку не играл. Поэтому для меня запись видосов как-то и ЕТС-ка, они вот вообще стали единым целым. И практически всегда, когда я играю, получается, я записываю. Да, у нас там надпись, что скоро. Действительно, версия будет, я думаю, что скоро. Где появится продолжение М5. Тоже посмотрите, какая прикольная здесь локация. Вот действительно есть ощущение, что на какое-то предприятие заезжаешь. Это круто, что вот такое мододелы у нас делают. Вообще действительно атмосферно все выглядит. Давайте мы вот здесь вот встанем. Недалеко от этих замечательных мужиков. Так, заглушимся. Такой вот дафик у нас сегодня был. Зеленые поля, полуприцеп, крон. Пока все по стандарту. Кстати, напишите, вот, интерактив небольшой. Надо было сказать, конечно, пораньше в видосе. Вот, если кто досмотрел до этого момента, напишите, какой ваш любимый полуприцеп из того, что добавили. Ну, или в принципе, да, любимая DLC на полуприцеп. Вот что скажете, надо мне подумать, какой именно купить, с каким кататься. Вот, я, конечно, думаю, между Кёгером и Казбохером. Надо подумать. На сегодня будем завершать это такое, возможно, немного сумбурное видео, если что, извиняюсь. Ну, как бы для меня. Я сегодня кайфанул, когда записывал видос. Все, ладно, долго прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока.